Всем привет и добро пожаловать на канал! Продолжаем жить и выживать в Project Zomboidy! Субтитры делал DimaTorzok Итак, народ, в общем-то здесь я поразбирал ящики, у нас сильный голод, понижение силы заживления идет, дальше следующий статус, если появится, то совсем печальный статус будет, в общем-то насчет лагов, именно в этой области, именно на этих складах лагает во всех сессиях, если играть с выжившими, я не знаю почему, я вчера посидел, потестил, в общем-то не очень такой как бы хороший вариант получается и ничем это не исправляется, то есть именно здесь. Я сейчас предлагаю взять вот эту краску, сесть в пикап и доехать до базы, заодно там посмотрим, пройдут лаги или нет, как бы ну, в этой сессии вообще ничего не получается, то есть идут постоянные-постоянные лаги, то есть не просадки по FPS, а именно лаги в этом, в Project Zomboidy. В общем такая не очень хорошая ситуация получается и выживших отключать тоже не хочется, потому что у нас есть они на базе, но с другой стороны их можно отключить и после постройки города уже запустить. То есть вот я хожу, вроде сейчас нормально все, начинаю делать какие-то движения, резкие будут рывки, плюс еще здесь стены мерцают, очень странно. Так, дверь-ка я за собой, пожалуй, закрою. Вот они, эти лаги идут и ничего не поделать. Так, в общем, поехали в сторону базы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И с добрым утром. И давайте посмотрим. Вот уже как бы по приезду к базе я понял, что лаги пропали, то есть это какое-то именно забагованное место на тех складах. Я не знаю, с чем это связано, но именно лагает там. Так что давайте сейчас мы разгрузим грузовичок. Я не знаю, блин, на те склады из-за этих лагов не хочется возвращаться, хотя там еще есть с контейнерами всякие склады, тоже прикольные. Так, краска, давай, иди ко мне обратно. Я уж с перегрузом спать не стал, чтобы не губить свое здоровье. У нас легкий урон постоянно идет от этого перегруза. По информации, 83 килограмма весим, набираем вес. И несмотря на то, что мы так голодались, оно в фазе роста веса. 267 зомби убили, 24 дня прожили и 6 часов. По навыкам у нас топоры на три уже с половинкой почти. Строительство я там качал-качал на этих ящиках. Все это фигня, надо будет почитать книжку в офлайне, потом заняться разборкой кроватей. В общем, такая, да, сегодня информативная серия получается, блин. Давайте закидаем краску в какой-нибудь ящик. Так, допустим, мы возьмем угловой, да, вот этот вот угловой, самый верхний. Будем туда все связанное с краской скидывать. Хотя, я думаю, не получится в один ящик краску закинуть, потому что... Ну, потому что, блин, краска дофига весит на самом деле. То есть, вот мы положили в ящик краски, уже все, ящик, считайте, полностью забитый. Так что будем раскидывать по мере возможности сейчас. Плюс у нас же там в машине, в этом багажнике все это забито. То есть, да, сюда уже ничего не лезет. Давайте просто скидывать тогда по ящикам, по соседним. Будет такой малярный уголок у нас здесь с вами. Так, хорошо. У нас еще семян дофига, все мы там нашли. На самом деле, шесть коробок гвоздей мы там нашли, это очень хорошо. Всякие клеи, блин, по дереву и обычные, плюс там изоленты, скотч, проволоки. Это очень хорошо, на самом деле. Это нам как раз то, что надо для строительства. Ну, в основном гвозди, потому что дерево-то мы здесь с вами нарубим. Давайте-ка я тачку загоню сюда, чтобы не бегать через забор. Я бы туда вернулся, на самом деле, за универсальчиком. Продолжение следует... И вот таким случайным образом мы получили царапину. Да, с тремя телевизорами я споткнулся об этот забор случайно. Давайте стерильный бинт наложим. Печалька. Теперь у нас есть боль, и все выходящие с этим не ништяки, а как это сказать, блин. Дисбафы какие-то. В общем, как-то все странно получается. Так, давай телевизор обратно пока поставим. На ровном месте вот так вот, да, споткнулся на базе. Так, здесь у нас дофига всего есть. Берем. Попробуем в сумку сначала все это закинуть. Сейчас мы раскидаем. О! Я не обратил внимания. Очки и топор еще здесь потерял, блин, и поцарапался. Кстати, да, и одежду порвал. Фигня какая-то получилась. Печалька. Вот так вот. Не прыгайте с перегрузом. Но это получилось у меня случайно. Так, давайте продолжим тогда разгружаться. Холодильник здесь. Детальку сразу я посередине бросаю, потому что мы его, скорее всего, сейчас и поставим, чтобы был. Так, погнали тогда. Давайте в перемоточке я все это рассортирую. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, вроде бы я немножко рассортировал все это здесь. Смотрите, у нас семян сколько получилось. Еще морковка, редиска есть. И на полу у нас лежит еще картошка, клубника, томаты и опять же редиска. Сейчас я в сумку все это, да, сложу. Ой, так, сумка. Мы же в себя можем вот так вот взять и раз. Выбираем все. Пусть она здесь лежит. Ведра будут дождевую воду, если что, собирать. Здесь у нас вроде все нормально по этой зоне. Так, что у нас, кстати, с морковкой там? По-моему, она выросла уже. Можно собирать будет. Да. Так, информация. Молодая морковь. Хорошо полита, цветущая. То есть, ну, в принципе, что мы можем собирать же ее уже, да? То есть, она еще не в фазе, по-моему, семян. Хотя нет. Нету пока еще. То есть, мы не можем пока ее еще собирать. Ладно, хорошо. Мы пока еще можем на кашах посидеть. Так, у нас с вами, знаете, что? Нужно покурить сигареточку. Так. Блин, у меня уже глаза разбегаются, на самом деле. Столько всего что-то притащили. Столько всего случилось с этими багами. Они мне просто все нервы, короче, съели вчера. Тем не менее. Так, мы сейчас с вами поставим холодильник для мороженого. Берем. И сразу поставим. Я не знаю, здесь у нас столовая, комната, отдых будет. Давайте сюда куда-нибудь и пока поставим все это дело. Так. Пусть вот так вот и стоит. Интересно, подключится он? Но я не слышу, чтобы он жужжал. Может быть, здание нужно, либо, блин, в то здание, в основное, надо будет поставить его. Так, окей, хорошо. Что мы с вами можем еще сегодня сделать? У нас есть много оранжевой краски. Можно попробовать покрасить, раз мы его притащили. Кстати, где она у нас? Оранжевая краска. Две банки берем. Окей, так. Малярная кисть взять штуку. Блин, я боюсь уже через эти штуки бегать на самом деле. Красить табличку, копать руками. А что, мы эти ради стены не можем полосатые красить? Только внутри можем. Эти стены я точно помню красить. Я их красил. Вот, можно в оранжевый. То есть, подходить и красить. Внутри, опять же. А вот снаружи, что, короче, типа вот эти стены нельзя? Красить табличку? Ну, это нарисовать знак. То есть, можно, да, какой-то здесь. Ну, странно, странно тоже, как бы, блин. То есть, табличку нарисовать можно, а на ровной стене получается ничего покрасить. Нельзя только внутренности. Интересно. Здесь у нас, чтобы покрасить, это, конечно, тоже надо будет все двигать, разбирать. То есть, мы можем сделать угол здесь. Допустим, вот это мы не сможем, да, покрасить. Краска оранжевой. То есть, он пойдет сейчас в обход и будет фигачить там. Да, с краской надо будет разбираться. Ну, такое себе дело. Давайте хоть знак какой-нибудь нарисуем здесь. Оранжевый. Нет, давайте тогда возьмем черную краску. Там же у нас была черная. Вот, черная краска есть. Так, ты сюда идешь. Ну, естественно, если вот эти стены отштукатурить, выровнять, их тоже можно будет красить. Ну, нафига тогда это надо, как бы? Блин, я думал, они уже готовые. Ну, как есть. Черный череп. Здорово. Стрелка вправо. Еще зеленая, это как бы не красится, съедается. Такая себе текстурка, на самом деле. Ай, блин, то есть черепок справа, выход туда, опасно все дела. Так, у нас 10 часов вечера. Машину я полностью разгрузил, оставил там только насос. Мне интересует все-таки туда вернуться за этими. Блин, за универсалом, на самом деле, можно сходить. Пофигу на эти лаги, как бы можно пережить. Там пешочком дойти. Сейчас мы с вами, знаете что? Так, вот эту вот половину съедаем. Опять сильный голод. Хорошо, сковородка нас спасла. Так. А, у меня сразу пустая сделалась. Ну, понятно. Так, у нас обезболивающие были же. Вот они. Так что давайте сейчас я возьму канистру бенза. И вернемся к этому универсалу. Пофиг, потому что сейчас темно. Пойдем по темноте, нормально все будет, я думаю. Не помрем. Так, у нас запас воды, кстати. Каска, ты пока здесь поваляйся, черная. С чего мы потом знаки всякие порисуем. Бутылка воды, полбутылки есть. Взять штуку. По темноте может не идти, можно и поспать, конечно. Сейчас мы водички дольем. С царапинами, конечно. Так. Складываем, естественно, все в помойку. Так, ну я думаю, он спать не захочет. Так что, что, пойдемте в сторону этой тачки. И пригоним ее, чтобы перегородить как бы нам базу. Ну, вместо телевизорами, тачками и тачкой получится, что не надо будет прыгать через забор, таскать тяжелые вещи. Тем самым будем просто через машину проходить, через двери. Но, когда надо будет кого-то запускать, будем ее отгонять. Все, погнали, пешочком, неспешно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, народ, вернулись мы на склад. Опять, подходя к этому складу, начались такие же, точно такие же фрезы. Так, заправили. Отлично. Состояние, кстати, я ее не смотрел. Ну, с виду такая, ну, кацаная, блин. Ну, что нам делать? Сейчас мы как-нибудь до базы ее довезем. И нормально это, ну, разберемся с ней. Завелась, по крайней мере, с первой тычки. Свет работает, ну, грязновато чуть-чуть. Покатили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, теперь у нас есть нормальные естественные ворота, через которые сможем переходить прямо напрямую, все лутать, таскать и бревна пилить. Плюс у нас теперь есть мебель, 4 телевизора, которые мы благополучно потом расставим по квартиркам наших выживших. Да, то есть, получается, мы сейчас опять вернулись туда за этой тачкой, и опять те же самые фрезы начались. Я не знаю, с чем связано. Может, там на складе что-то забаговалось с выжившим неправильно. Но в других сессиях тоже, когда я приходил на те склады, опять же, такие же лаги были. Так, давайте-ка мы телеки скинем. Или давайте я их уже в оффлайне скину. На этом мы сегодня остановимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик, и всего хорошего. Пока.